День жестянщика перенесли. После первого снегопада обнинские водители стали реже попадать в ДТП. Дружба народов. Опыт России. Конференция, посвященная укреплению межнациональных отношений, прошла в Этнамире. Рано по утру иномарку стоимостью почти 5 миллионов рублей угнали от дома владельцев Белкина. Подвигу русского народа посвящается. В Горовском районе прошли памятные мероприятия на местах событий Отечественной войны 1812 года. После первого снегопада обнинские водители стали ездить аккуратнее. Такую информацию сегодня публикует городской отдел полиции. Если в прошлые недели госавтоинспекторы регистрировали 12-15 дорожных происшествий в сутки, то сейчас эта цифра куда ниже. К примеру, за прошлые сутки, завершившиеся в понедельник утром, в Обнинске произошло всего две автомобильные аварии. Об улучшении статистики говорили сегодня и на еженедельном совещании в городской администрации. А началось оно с темы освещенности обнинских улиц в темное время суток. Екатерина Замахина продолжит. В ноябре будет установлена дополнительная опора для освещения пешеходного перехода на пересечении Маркса и Энгельса. Темные пешеходные переходы – лишь часть проблем, которые предстоит решить. В Обнинских дворах ситуация полный мрак, твердят жители. При строительстве многих домов наружное освещение вовсе не планировалось. Решить проблему можно, если обитатели неосвещенных дворов смирятся с тем, что засвет над подъездом им придется платить сообща. И единственным на сегодняшний день возможным вариантом исправить эту ситуацию – это принять участие в муниципальной программе. Мы готовы за средства муниципалитета поставить энергосберегающие светильники, запроектировать за свой счет и поставить счетчик. По предварительным расчетам, вы готовы их озвучить, Митрий Сергеевич, сколько будет в среднем на одну квартиру размер оплаты за это наружное освещение энергоэффективными светильниками? Один светильник в месяц обойдется многоэтажке в 100 рублей. Если разбить эту сумму на квартиры, то цена луча света в темном царстве будет и вовсе символической. Ущерб от хулиганов, бьющих светильники, далеко не копеечный, но к ответственности их привлекают редко. Такие места, как торшеры, которые идут вдоль ЦКБ по Аксенову, либо по Звездной, в 10-й школе, по 2-3 месяца в месяц выезжаем для ремонта. И через 2-3 дня опять либо светильник болтается, либо опять не горит. Работу необходимо и с ТОСами проводить, и со старшими по домам, для того, чтобы все-таки жители города тоже воспринимали эту часть хозяйства как свою, и внимательнее к ним относились, и все-таки побережнее смотрели, и при необходимости делали замечания, или по крайней мере какие-то сигналы подавали о том, кто хулиганит, кто разрушает наше городское хозяйство. Обсудили на совещании и механизмы предотвращения аварий, связанных с газовым оборудованием. В этой сфере безответственность одного может убить десятки людей. При этом взрывы бытового газа в жилых домах в разных городах России в последние месяцы участились. На повестке дня был и вопрос увеличения в Обнинске парковочных мест – один из способов строительства экопарковок. Соответствующая программа будет финансироваться даже в кризис. Это возможность при желании жильцов дома улучшить ситуацию с парковкой на дворе, это сделать. И существенно при этом сэкономить, поскольку муниципалитет берет на себя обязательства, все материалы для изготовления этой парковки предоставить. Дополнительные парковки в городских дворах обустраивают и по инициативе местных ТОСов. Этим летом в Обнинске появилось 260 машиномест. Еще 147 подрядные организации построили в рамках ремонта внутридворовых проездов. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. 28 октября в этнографическом парке Музея «Этномир», расположенном в Боровском районе, состоялась конференция на тему «Дружба народов. Опыт России», в которой приняли участие представители власти, общественных организаций, а также специалисты в области международных отношений. Не случайно мероприятие было организовано незадолго до Дня народного единства. Главная цель прошедшего форума – это обмен опытом работы, поиск возможностей для укрепления междунациональной дружбы и уменьшение количества межэтнических конфликтов. У нас в области, сколько поживает, более ста народностей, 14 общин. Конечно, в каждом субъекте выстраивается своя политика в взаимоотношениях между населением, между разными группами населения и разными национальностями. Мне очень приятно, что на государственном уровне была создана федеральная дина страны Владимирович. Конечно, особая роль сегодня будет уделена той политике, которую будет проводить федеральная дина страны. Программа будет формироваться и на 2017-2025 год. Я уверен, будут заложены основные направления реализации в целом государственной политике, национальных отношений. Ну и каждый субъект должен быть в своем уровне, в своем участии. Заместитель губернатора Калужской области предложил сделать парк-музей площадкой для регулярного проведения аналогичных мероприятий. В рамках конференции работа была организована по двум направлениям – международные отношения и реализованные проекты в сфере межнациональных отношений. По результатам форума будет издан сборник успешных практик. Памятный митинг, посвященный событиям 1812 года, прошел в минувшую субботу в Боровском районе. История деревни Городня, где собрались участники события, уникальна. Именно на ее территории, в доме ткача Кирсанова, располагался штаб Наполеона. Здесь же, после мучительных раздумий, французский император принял решение об отступлении по разоренной Старой Смоленской дороге. Это предопределило исход Отечественной войны. Из 600 тысяч воинов Наполеоновской армии домой вернулись лишь около 30 тысяч. В памяти об этих событиях, пять лет назад в деревне Городня был установлен закладной камень. Каждую осень здесь проходит митинг. С этого года по инициативе районных властей мероприятие носит название «Дня памяти», посвященного подвигу русского народа в Отечественной войне 1812 года. В качестве почетных гостей в нем принял участие атаман Калужского отделения Центрального казачьего войска Борис Комиссаренко, а также представителя казачьих объединений из Малорославца, Боровска и Обнинска. Как сообщил заместитель главы района администрации Александр Гладкий, в будущем здесь планируется установить памятный знак «Георгиевский крест». Такая договоренность достигнута после встречи с авторами проекта, представителями фонда Владимира Храброго. Не секрет, что город Боровск является городом-побратимом сербского города Топола. Уже установлены кресты в городе Обнинске, планируется в Калуге. Я думаю, мы установим здесь такой же крест. Он будет символизировать и напоминать нам о тех героях, которые погибли, защищая свое Отечество. После завершения памятной церемонии ее участники направились в деревню Колодезе, где находится захоронение казаков Атамана Платова, которые были ранены в Малорославецком сражении. Трое мужчин умерли в госпитале, на месте их могилы был установлен крест. В середине 20 века он был утрачен, но пять лет назад крест восстановили. С тех пор каждый год здесь собирается казачий круг, а для школьников проходят экскурсии по расположенному рядом Свято-Никитскому скиту. Уточненную информацию о гибели подростка, которая произошла в конце минувшей недели, а также о других событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, расскажем прямо сейчас. 28 октября Наукоград потрясла новость о гибели подростка. Трагедия произошла утром около 10 часов. По уточненной информации, 17-летний парень выбросился с девятиэтажного дома на проспекте Маркса. В ходе осмотра места происшествия на крыше дома были обнаружены личные вещи погибшего, в том числе записка. На данный момент проводится доследственная проверка. Отрабатываются все версии произошедшего, в том числе версия самоубийства. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Калужской области, юноша учился в одном из колледжей Наукограда и проживал с мамой и бабушкой. В это же утро прямо из-под окон квартиры, расположенной в доме деревни Белкино, неизвестные похитили дорогую иномарку стоимостью почти 5 миллионов рублей. Угнали дорогущий внедорожник марки Toyota Land Cruiser рано утром. Супруга владельца выглянула в окно в 6.30 утра, и машина стояла на месте. А в 7.30 ее и след простыл. Несмотря на то, что транспорт был оснащен новой системой спутниковой сигнализации, оборудование не сработало. По словам хозяев, Toyota они приобрели в этом году. По факту угона возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативные разыскные мероприятия по поимке подозреваемых. В этом же районе на улице Осенней тоже произошло ЧП. Сотрудники строительной бригады, работающие в этом здании, обратились за помощью к стражам порядка. Неизвестные, воспользовавшись отсутствием рабочих, предприняли попытку проникнуть в складское помещение. Злоумышленники пытались отжать окно первого этажа, но к их разочарованию оно дало трещину и разбилось. Испугавшись, преступники покинули место происшествия. А кто это мог сделать, установит следствие. В 8.30 утра на проспекте Ленина на участке дороги с кольцевым движением столкнулись две автоледи. Автомобиль Hyundai зацепил заднюю часть крыла микроавтобусу марки Ford. В 10 утра на северном выезде из города также произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, две машины ВАЗ-2107 и Газель двигались по проспекту Маркса. Водитель легковушки в какой-то момент остановился пропустить поток транспорта с улицы Курчатова, а мужчина за рулем Газели не ожидал такого маневра и врезался в семерку. Участники аварии не пострадали, а вот автомобилям предстоят серьезные ремонтные работы. После полудня снова ДТП на кольце Ленина Маркса. Дорогу не смогли поделить автомобили марки ВАЗ и Тойота. Пострадавших нет, а вот кто прав, кто виноват в данном инциденте, предстоит выяснить сотрудникам ДПС. В минувшую пятницу в Обнинске произошло два серьезных ДТП с пострадавшими. Ранним утром на улице Гагарина столкнулись автомобили «Лада» и «Лексус». По предварительной информации, в этом ДТП пострадал один человек. А вот около трех часов дня на пересечении улицы Курчатова и Энгельса столкнулись БМВ и Део Матис. По словам очевидцев, владетель управляющей автомобилем марки Део выехал с улицы Курчатова уже на мигающей желтой и пересек встречную полосу по направлению улицы Энгельса, где в этот момент по своей полосе двигалась иномарка БМВ. От мощного удара малолитражка загорелась. Люди вовремя успели покинуть уже пылающий автомобиль и своими силами локализовали очаг возгорания. А бумер влетел в металлическое ограждение. К счастью, никто не пострадал. Спустя час на улице Аксенова владелец управляющей автомобилем марки Мазда, выезжая с места парковки, не заметил проезжающий мимо форт. Произошло столкновение. И так как скорость транспортных средств была небольшой, люди в этом ДТП не пострадали. 28 октября в Обнинске в ходе профилактической операции «Нелегал» сотрудники правоохранительных органов провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. Стражи порядка обследовали прилегающую к Киевскому шоссе территорию в районе строительного рынка 101-го километра, вокзал, торговые точки и дворы жилых секторов. В результате в отделение полиции было доставлено 35 иностранных граждан, прибывших из Узбекистана и Таджикистана. Четверо из них будут подвергнуты водворению за пределы Российской Федерации, а на 15 человек были составлены административные протоколы за несоответствие фактического проживания месту прописки. Остальные иммигранты были поставлены на фотоучет, дактилоскопированы, проверены по информационным базам данных и отработаны на причастность к ранее совершенным преступлениям. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания «Убнинск ТВ». Первые игры чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б», сортовавшего в минувшую субботу на площадке школы Олимпийского резерва Александра Савина, для Нокоградовского клуба стали удачными. В обеих встречах для победы хозяйкам площадки понадобилось сыграть по три партии. Результат обнадеживающий, но проблемы есть и у обнинских спортсменок. За играми следил наш спортивный обозреватель Николай Хнычков. Первый игровой день хозяйки площадки легко переиграли соперниц. К стартовой игре Обнинск подошел без травмированных игроков и потому особых проблем не испытывал. Мощная атака, первый темп, блокирование, практически все игровые элементы получались без напряжения. Тренер Обнинска Сергей Пожалов не рисковал и практически все три партии отыграл основным составом. Для победы потребовалось сыграть минимум сетов. Первый 25-19, второй 25-22 и третий 25-16. Второй игровой день сложился не так безоблачно. Если в двух стартовых партиях брянским волейболисткам удалось набрать всего 16 и 17 очков соответственно, то третья получилась боевой. Пожалов сменил основу на молодежь и Брянск сумел довести игру до нервной концовки. Счет партии 30-28 в пользу Обнинска говорит сам за себя. Лишь возврат на площадку опытных Воробьевой и Федотовой склонил чашу весов в пользу Наукоградовского клуба. Тренер гостей воздал должное мастерству хозяев и посетовал на несыгранность своих воспитанниц. Команда Обнинск очень балансированная, опытная команда. У нас команда из тех игроков, которые на стартовой площадке, вот вы видели, они играли. Два человека имеют опыт игровой в высшей лиге, остальные все первый год. Поэтому для начала, конечно, хотелось бы, но факт есть факт и природа есть природа. Надеюсь, что в следующие туры мы будем взрослеть и будем более достойно показывать себя. Заключительный игровой отрезок второго дня показал, что есть проблемы и у нашей команды. Но, как заверила наиболее опытный игрок клуба Ольга Терехина, о них они и тренеры знают и будут работать над исправлением ошибок уже в ходе чемпионата. Первые игры – это волнение, может быть, какая-то минимальная несыгранность. И сегодня, лично по моему мнению, уже намного лучше. Намного собраннее, намного раскованнее. От игры к игре все будет только лучше, это 100%. После первого тура наш клуб с шестью очками возглавил турнирную таблицу. Второе место у тульской команды, дважды переигравшей в гостях северянку из Череповца, и на третьей позиции Московский Луч, победивший Рязань у себя дома в обеих играх из пяти партий. Следующий тур Обнинск проведет на выезде в Рязани. Николай Хнычков, Сергей Макарцов, телекомпания Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ пять раз в неделю по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании на наших страничках в социальных сетях. Желаю вам всего доброго и прощаемся до завтра. До встречи.